Дафна Дюмарье. Крушение надежд. Помолвка растянулась на семь лет, и жених чувствовал, что ждать дольше невозможно. Человеческому терпению наступил предел. В течение семи лет он держал нареченную за руку, стоя на приступках у изгороди. И это занятие стало изрядно ему надоедать. Ведь полноценная жизнь не может ограничиваться такой малостью. Да, было время, когда одного взгляда, брошенного из-под тишка, хватало, чтобы он несколько недель пребывал в лихорадочном возбуждении. А нечаянное прикосновение на теннисном корте доводило едва ли не до состояния нервного срыва. Подобные безумства остались в далёком прошлом. Теперь ему не 18 лет, а 24. И в приливе ироничного настроения он порой размышлял, как поступил бы Наполеон, предложил кто-нибудь полководцу взамен армии коробку с оловянами-солдатиками. И тут ему приходило в голову, что знаменитая теннисистка Сюзанна Лэнглэн в свою очередь тоже возмутилась бы, если бы её заставили играть ракеткой для бадминтона и валаном. Молодой человек был искренен в своих чувствах, доведён до отчаяния и очень сильно влюблён. Расставание в половине десятого вечера с пожеланием спокойной ночи представлялось современным аналогом пыток, изобретённых испанской инквизицией. В такие моменты ноги сами собой подкашивались в коленях, пальцы бессильно охватали воздух, а язык прирастал к гортани. Потом из груди вырвался глухой стон, и хотелось лезть на стену, супружество виделось единственным решением проблемы. И вот, стиснув зубы и, краснея от смущения, с сжатыми в кулаки пальцами он пришёл к отцу невесты, чтобы объяснить о своём намерении. «Сэр», – начал он, – «так дольше не может продолжаться. Мне необходимо жениться». Отец посмотрел на гостя сверху вниз. «Охотно верю», – согласился он. «Только ко мне это не имеет ни малейшего отношения. Что же касается молодых людей вашего типа, лично я убеждён, что длительная помолвка им только на пользу. Вы помолвлены семь лет, почему бы не составить договор ещё на такой же срок?» «Сэр, мы не можем больше ждать. Стоит взглянуть друг на друга, и мы чувствуем…» Старик без церемонии оборвал его признание. «Ваши чувства меня не интересуют. Ответь-ка лучше, способны ли вы содержать жену?» «Нет, то есть да. Я найду работу». «А что вы умеете?» «Могу чинить автомобили». «Понятно. И полагаете, этого достаточно, чтобы обеспечить счастье моей дочери?» «Ну, в некотором роде». «Так. Значит, вы рассчитываетесь сделать девушку счастливой, не имея ни денег, ни работы, ни профессии. Только орудуя гаечным ключом?» «Сэр, я…» «Чудесно. У меня нет слов. Дочери двадцать четыре года, и она вольна поступать, как пожелает». «Свадебные расходы я беру на себя. Но потом вы оба не получите от меня ни пени. Стало быть, вы утверждаете, что можете работать. Чутьё подсказывает мне, что ваш брак будет удачным». «Сэр, позвольте мне…» «Могу я…» «Разумеется. Можете убираться прочь». «Свадьба прошла хорошо. Как и полагается». «В церкви звонили колокола. Невеста была в белом платье и в фате с флердоранжем. Звучал гимн, голос пронесшийся над Эдемом. У жениха от волнения заплетались ноги. Потом он долго возился с обручальным кольцом. Забыл свои слова и смотрел на невесту, как пекинес на плитку шоколада. Пили шампанское, произносили тосты, а в завершение осыпали молодых дождём из конфетти и бросили на счастье старый башмак. Новобрачные покинули торжество во взятом на прокат малолитражном автомобиле «Остин-7» всего с пяти фунтами в кармане и парой чемоданов. Из мебели в наличии имелась только палатка. «Любимая», – обратился он к молодой жене, – «я не могу отвезти тебя в отель на берегу моря даже на уикенд. Придётся провести ночь под звёздами». Супруга оказалась более практичной. «Мы поедем на машине в Лондон, снимем комнату и найдём работу. Но сначала должен быть медовой месяц. Давай проведём его в палатке, которой я пользовалась, когда ходила в скаутах». Новоиспечённому мужу эта мысль показалась самой романтической из всех, что могут прийти человеку в голову. В горле что-то подозрительно булькнуло, и он замахал руками. «С тобой и в свинарнике, Рай. Но как представлю, что обрекаю тебя на ночёвку в палатке?» «На небе взойдёт луна. Станут перешёптываться между собой деревья, и тихо зажёрчит ручеёк. А я добуду на завтрак какого-нибудь зверя», – воскликнул он срывающимся от восторга голосом. «Зажарим его на огромном костре. И ты облачешься в шкуру, спасаясь от пронизывающего холода. Не забывай, сейчас на улице июнь», – торопливо заметила она, – «и потом мы не поедем дальше Беркомстедкоман. Ты просто чудо, любимая». «Правда?» Остин всем с грохотом мчался по просёлочным дорогам, и к вечеру новобрачные добрались до заросшей кустарником пустоши, которую сразу определили как цель своего путешествия. «Поставим палатку подальше от дороги», – предложил он. «Хочу остаться с тобой вдвоём, вдали от цивилизации. А вокруг ничего, только дебри утёсника». «Но каким образом мы туда доберёмся? Машина не проедет по ухабам», – усомнилась молодая жена. «Оставим её возле дороги, а сами пойдём вон к тем деревьям. А палатку я взвалю на спину и понесу. Ты похож на первобытного человека, такой же необузданный и дикий. Но именно таким я себя и ощущаю, милая». Пока искали подходящее место для лагеря, уже успело стемнеть, и палатку поставили с большим трудом. Она подозрительно накренилась вправо и напоминала реликвию из прошлого столетия. «Мы похожи на кочевников», – невнятно пробормотала новобрачная, старательно прожёвывая мясные консервы. Сильно похолодало, и тёплое пальто казалось бы как нельзя кстати. Правда чудесно. Её муж безуспешно пытался отломить горлышко бутылки с имбирным пивом, так как забыл взять консервный нож. После ужина они сидели у раскачивающейся на ветру палатки в ожидании луны, которая так и не соизволила появиться. Небо потихоньку затягивало облаками. «Любимая», – прошептал он. «Подумать только. Мы ждали этого момента семь лет. И вот, наконец, мы одни и никого рядом. У меня больше не было сил терпеть. И у меня. Разве это не самое романтичное на свете приключение?» Они сидели так ещё некоторое время. «Пожалуй, пойду в палатку», – сказала новобрачная и ушла, а молодой муж стоял снаружи и курил сигарету. От волнения у него дрожали руки и ноги. «Самый восхитительный момент в жизни», – вертелась в голове мысль. Внезапный порыв ветра растрепал волосы. Деревья зашумели сильнее, а над головой повисла огромная туча, вот-вот готовая без предупреждения разразиться дождём. «Любимая», – тихо позвал он и на цыпочках зашёл в палатку. Над пустошью пронёсся очередной порыв ветра, и начался ливень. Через пару минут палатка рухнула. По небу медленно расползался серый рассвет. Потрёпанные клочья белого брезента зловеще развивались на ветру, подобно лохмотьям давно погибшего исследователя неведомых земель. Молодой человек, самозабвенный отвагой первопроходца, нас тырнобил по колышкам. Одежда его насквозь промокла, туфли раскисли. Супруга, сжавшись комочком в развилке дерева, наблюдала за его действиями бессмысленным взглядом. Наконец, признав полное поражение, он заполз на коленях в ненадёжное убежище под кустами утёсника и произнёс монолог, прозвучавший как глава из произведения Джеймса Джойса. А дождь не прекращался, и ветер не собирался затихать. Из развилки дерева послышался тихий голосок. «Милый, думаю, нам было бы куда уютнее в Борнмуте». Две одинокие фигуры стояли рядышком на обочине дороги, ведущей в Лондон. «Говорю же, я оставил машину именно здесь», — повторял он в десятый раз. «Вот та самая груда камней». «Уверена, то место осталось далеко позади», — настаивала она. «Я помню сломанное дерево». «Ну, где бы мы ни оставили машину, теперь её нет и в помине. Украли. Вот и весь разговор». В голосе слышалась нескрываемая досада. Не каждому довелось провести первую брачную ночь в зарослях утёсника. А тут ещё и машина пропала вместе с двумя чемоданами. Одним словом, лишились всего сразу и остались ни с чем, в мокрой одежде. «Может быть», — робко предложила она. «Это бедствие послал нас выше, чтобы нас испытать». Супруг принялся поминать всю нечистую силу. «Не вижу, каким образом она способна нам помочь», — откликнулась жена. «К тому же никого поблизости не видать». «Нет, милый, остаётся только улыбаться и сохранять мужество. Ведь как бы там ни было, мы вместе». «Прости, любимая». Рука об руку они побрели вдоль дороги. Воистину, в человеческой душе не иссякает родник надежды. Так они и шли несколько часов, но не в том направлении, куда следовало, и оказались в Тринге. Поужинав, снова пустились в путь и добрались до Уотфорда. С автобусов пересаживались на поезда и, в конце концов, приехали в Лондон. Было девять часов вечера. Ужасный день тянулся бесконечно долго. Правда, отдельные моменты вносили некоторую живость. Подобно заблудившимся в лесу детям, они бродили туда-сюда по Юстон-Роуд в обтрёпанной, забрызганной грязью одежде. Неумытые. Супруги напоминали участников голодной забастовки, которым удалось чудом выжить. Неожиданно у новобрачной расстегнулась кнопка на туфли. Со сдавленным стоном она наклонила натруженную спину, чтобы поправить ремешок, и в этот момент обручальное кольцо, соскользнув с пальца, укатилось в сточную канаву. Они стояли у входа в мебелированные комнаты. «Мы с женой хотим снять номер на ночь. Вчера мы ночевали в палатке, а потом нашу машину и багаж украли». Хозяйка бросила взгляд на левую руку девушки. «Жена ещё и кольцо потеряла», — добавил он. В ответ женщина, фыркнув, пожала плечами. «Не слишком ли много потерь?» «Мы говорим правду», — холодно заметил молодой человек. «Не верю ни единому слову», — парировала хозяйка. «Но не стану выгонять вас на улицу в такую пору». Супруги покорно поплелись за женщиной. «Дама займёт эту комнату, а джентльмен — то, что в конце коридора. Здесь приличное заведение, и самая женщина достойная». Хозяйка стояла подбочинившись и сурово смотрела на пару. «Да, и имейте в виду, у меня очень чуткий сон». Говорить больше было не о чем. Развернувшись, женщина удалилась, оставив супруга в коридоре. «Боже правый, неужели придётся словно вору пробираться к собственной жене?» — с яростью в голосе прошипел молодой муж. «Тише, вдруг услышит», — прошептала в ответ его спутница. «Любимая, иди в комнату и жди. А я притворюсь, что пошёл в свой номер, а потом тихонько проскользну к тебе. А если заскрипят половицы?» «Ничего, рискну. Я люблю тебя. И я тебя». В номере он стал раздеваться. Возможно, жильё не самое комфортабельное, но всё же лучше заросли утёсника. Какой ужасный день пришлось пережить. Но она держалась молодцом. Другая девушка на её месте давно убежала бы назад к родителям. Подумать только. Он ждал свою жену семь долгих лет. Молодой супруг открыл окно. И в этот момент дверь комнаты захлопнулась. Послышался стук. Какой-то предмет упал на пол. Повернувшись на шум, он обнаружил, что наружная ручка осталась лежать в коридоре, а та часть, что находилась изнутри, валялась у ног, никому не нужная. На следующее утро он купил жене новое обручальное кольцо у Волварта. И новобрачные перебрались в мобилированные комнаты, хозяйка которых страдала глухотой, а дверь комнаты закрывалась на засов и запиралась на два оборота. Казалось, весь мир принадлежал им. Одно плохо. Совсем не было денег. Оставив жену дома, он отправился на поиски работы. Но едва закрылась дверь, как она тоже выскользнула на улицу и пошла в агентство по найму. Если хочешь жить в комфорте, нужно работать обоим. И какая изумительная жизнь ждёт впереди, с тихими ужинами, долгими вечерами. А потом появятся дети, будут играть на полу. Супруги встретились в половине седьмого. Молодой муж, сжав челюстью, устремил на любимую горящий взор. «Милая, я нашёл работу», — сообщил он. «Чудесно! Не бог весь что, но лучше, чем вообще ничего. В любом случае, нам принадлежит весь завтрашний день». «Ах, нет», — откликнулась она. «Я тоже устроилась на работу». Дневной компаньонкой у одной леди в Голдерсгрин. С девяти утра до семи вечера. Он смотрел на жену с обречённым видом человека, услышавшего свой смертный приговор. «Нет, не может быть. Ты серьёзно?» «А что такого, в чём дело?» «Но ведь я работаю с семи вечера до девяти утра». «Как же это?» «Любимая, я устроился ночным вахтёром в банке в Актоне». «Ой». « Undergrounder»